Дэн Вутон, новозеландский журналист, освещающий жизнь королевской семьи, сегодня опубликовал статью для Daily Mail. В ней он сказал, что любой, кто знает, как работают все закулисные отношения между журналистами, членами королевской семьи и Сассексами, знает, что книга «Обретение свободы» опубликована с молчаливого одобрения Гарри и Меган. Скоби признается, что разговаривал с близкими друзьями и соратниками пары, и, конечно, это не произошло бы без их разрешения. Если они так возмущены тем, что написано, то почему Гарри и Меган публично не осудят книгу, учитывая их склонность делать это в отношении освещения в других СМИ, которые делают это в неприятном для них ключе. Ведь издатели даже решили выпустить вторую часть «В поисках свободы» 31 августа, в годовщину смерти принцессы Дианы. Вутон также напомнил, что Меган так обожает Скоби, что пригласила его на свой последний официальный день в Букингемский дворец, где он написал подхалимский пост для Харпас-базар. Хотя критика королевы самый зажигательный аспект новой версии книги, неудивительно, что принцы Чарльз и Уильям также не были оставлены в стороне. В интервью журналу People, посвященном продвижению книги, Скоби добавил, «В семье есть люди, конечно, сассексы, которые намного ближе к сегодняшнему дню, чем год назад. Но с точки зрения отношений Гарри с его отцом и братом, этого прогресса было очень мало. Я думаю, что он вполне готов участвовать во всем, но мне сказали, что он ждет, чтобы увидеть шаги и с их стороны, а на данный момент этого не было». В новой книге Скоби делается вывод о сегодняшних отношениях между Гарри и Меган, какими бы трудными ни были последние годы. Источники, близкие к Сассексам, говорят, что ни Гарри, ни Меган не сожалеют о принятых ими решениях. То, что началось как сказочный роман, превратилось в историю, которая заново изобрела жанр «независимая женщина, сделавшая себя самостоятельно». Играет наравне со своим рыцарем. Да-да, именно так. Независимая женщина Меган, может быть. Но Гарри, рыцарь, равный своей женщине, и это после того, как они уже даже не пытаются скрывать, что все заявления, написанные от имени герцога, пишутся совсем не им Меган. А это жонглирование под окнами своей принцессы, это тоже в копилку равноправия в отношениях. Завоевывать популярность герцоги Сассекски стараются любыми способами. Они цепляются за любую ниточку, которая позволит им оставаться на вершине славы, пусть и скандальной. Что-то случилось в мире. Сассексы тут как тут с заявлением. Стало скучновато про них читать. Ну вот вам новая обида Гарри и Меган на британскую королевскую семью. А уж если они задумали какой-то проект, неважно, сделают или нет, выстрелят или опять улетят в молоко, об этом нужно заявить минимум за год до того, как задумка будет реализована. Например, готовит принц Гарри проект для Netflix, фильм «Панигирик в честь себя любимого». О том, как он придумал, развивает и готовит к апрелю 2022 года очередной тур «Игру С» в Гааге. Об этом было заявлено еще в апреле нынешнего года. Хотя к съемкам герцог Сассекский намерен приступить не ранее ноября. Ну или вот его мемуары. Уже известно, что принц Гарри к настоящему моменту пишет их уже год. Предполагается, что первый том его творений выйдет в 2022 году, к платиновому юбилею королевы Елизаветы II, а второй после ее ухода. Учитывая, что мать ее величества благополучно дожила до 104 лет, можно сказать в стиле анекдота, не дождетесь. Но как бы Сассексы не старались, сколько бы рекламы, прямой или косвенной, не заказывали в СМИ, а публика, как говорят театральные деятели, голосует ногами. Что касается мемуаров герцога Сассекского. Согласно опросу, проведенному ЮГАФ, очевидно, что ни британцы, ни американцы не проявляют особого интереса в книге «Принца Гарри». Лишь 9% американцев заявили, что они очень заинтересованы в книге. Еще 16% сказали, что они не прочь пролистать ее, что означает хоть какой-то интерес проявили всего 25% жителей США. Что еще более характерно, 51% респондентов заявили, что они совсем не заинтересованы в мемуарах Гарри, и еще 17% сообщили, что их книга не очень интересует. В Великобритании еще большая часть опрошенных заявили, что их совсем не интересуют мемуары 67. Жестоко, но только 3% британцев заявили, что они очень заинтересованы. И хотя в СМИ по-прежнему муссируется тема «королевская семья» весьма обеспокоена предстоящими мемуарами Гарри и даже очень нервничает, на самом деле все, скорее всего, иначе. Королевской семье не привыкать. Подобного рода мемуаров выходило немало. Уж героев-авторов этой мемуаристики порой нет на этом свете, а британский трон по-прежнему тверд. О публике уже не очень-то интересно. Споры, недоразумения и аргументы. Ситуация в королевской семье иногда бывает напряженной. Однако королева Елизавета II пытается смягчить конфликты. Она решила восстановить отношения с любимым внуком и его женой. Она до сих пор не может смириться с переездом Гарри и Мэган и с тем, в каком свете они представили королевскую семью в знаменитом интервью на шоу Упры. Сама она не намерена больше держать обиду. Она хотела бы познакомиться со своей младшей правнучкой. Лилибет Диана Моунтбаттин-Виндзор родилась в июне в больнице в Санта-Барбаре, Калифорния. И мать, и ребенок здоровы и чувствуют себя прекрасно. Лили названа в честь своей прабабушки, ее величество королевы, семейное прозвище которой Лилибет. Ее второе имя, Диана, было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской, говорится в официальном заявлении Гарри и Мэган. 4 июня мы были благословлены рождением нашей дочери Лили. Она больше, чем мы могли себе представить. Мы благодарны за любовь и молитвы, которые льются на нас со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку, в это особенное для нашей семьи время. Обратились они к тем, кто желал им добра. По данным одного таблоида, Елизавета II скоро получит возможность увидеть детей княжеской четы. Монарх выступил с предложением. Она пригласила Гарри и его семью в свое летнее поместье в Балмороле. Почти все были удивлены, когда Гарри сообщил, что он прибудет туда, сообщает New Idea. Предполагается, что в поездке его не будет сопровождать Мэган, которая хочет избавить себя от неловкости, с которой она может столкнуться перед королевскими особами. Мэган вряд ли появится. Она сказала друзьям, что никогда не вернется в Великобританию, добавляет издание. Королева Елизавета II с нетерпением ждет момента, когда она лично увидит Арчи и маленькую Лили. Она также с нетерпением ждет встречи со своим любимым внуком. Визит Гарри может, наконец, привести к примирению. Она надеется, что Гарри в любой момент подтвердит их приезд и познакомится с маленькой Лили. Также говорится, что Гарри не стоит ожидать теплого приема от принца Уильяма, принца Чарльза и принцессы Анны, сообщает New Idea. Ни для кого не секрет, что Кейт Миддлтон и принцу Уильяму не пришлось отправляться в ювелирный магазин ради выбора обручального кольцо для невесты. На пальчике Кейт красуется колечко, которое до нее принадлежало матери жениха принцессе Диане. Герцог и герцогиня кембриджские объявили о помолвке за несколько месяцев до свадьбы. И в ноябре 2010 года они позировали для официальной фотосессии, на которой Кейт и продемонстрировала миру впервые свое обручальное кольцо. Драгоценность состоит из центрального сапфира, окруженного 14 бриллиантами. Опытные ювелиры так описывают эту драгоценность. Кольцо украшено синим сапфиром овальной формы весом 12 карат, ограненным по граням и окруженным 14 бриллиантами-солитерами. Оправа сделана из белого золота 18 карат. На момент покупки его принцем Чарльзом для Дианы кольцо стоило 30 тысяч фунтов стерлингов. Что касается обручального кольца Меган, то оно содержит камни, добытые из источников в Ботсване. Ботсвана – один из крупнейших в мире источников этических алмазов. Поэтому камни, добытые там, являются частым и популярным выбором для пар, которые заботятся о том, как производятся алмазы. Плюс ко всему, Ботсвана является одним из любимых мест Меган и Гарри, что объясняет и сентиментальную ценность кольца. В кольце Меган также есть два бриллианта из личной коллекции украшений принцессы Дианы. И специалист по обручальным кольцам Макс Стоун и Стивен Стоун еще в 2017 году оценил кольцо Меган Маркл примерно в 96 729 фунтов стерлингов. Вполне солидно. Однако все специалисты в один голос заявляют, что оно не может быть таким же ценным и популярным, как обручальное кольцо Кейт Минттон. На момент покупки кольцо Кейт стоила примерно 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако недавно ему дали новую оценочную стоимость, которая составила ошеломляющие 390 тысяч фунтов стерлингов. И это, как говорят ювелиры, лишь стартовая цена кольца, которая была бы назначена за него, если бы вдруг кольцо поступило в продажу. А на самом деле, учитывая историческую ценность кольца, оно было бы куплено на аукционе в несколько раз дороже. По нашим оценкам, к их 10-й годовщине свадьбы кольцо теперь стоит 390 тысяч фунтов стерлингов, исходя из стоимости камней и золота. Однако многие уверены, что ценность будет намного выше, если учесть его наследие и историю. Кольцо является культовым произведением культуры. Оно могло быть продано на сотни тысяч дороже, если бы когда-нибудь поступила на аукцион стоимость возможной продажи кольца Меган. Если бы оно сейчас попало на аукцион, ювелиры оценили в примерно 134 500 фунтов стерлингов. Всего слегка дороже его первоначальной цены. Меган убьет эта новость. Особенно учитывая то, что в 2020 году она и так получила солидный удар по самолюбию в результате проведенного крупного исследования популярности и узнаваемости знаменитых обручальных колец. Пальму первенства взяло кольцо Кейт. Лиза Левенсон, глава Совета по натуральным бриллиантам, сказала тогда, кольцо Кейт Миддлтон мгновенно узнаваемо по потрясающим чистым белым бриллиантам, контрастирующим с ярко-синим цветом сапфира. Синий цвет камней идет вторым по популярности во всем мире, уступая только белому, как самому популярному оттенку алмаза для обручального кольца. Но этот цвет делает кольцо уникальным. В то же время обручальное кольцо Меган Маркл в исследовании, проведенном в ноябре 2020 года, даже не вошло в топ самых популярных обручальных колец. А тут еще и стоимость кольца Кейт просто зашкаливает по последним оценкам. Пожалуй, для Меган время пойти заключить еще несколько многомиллионных контрактов, ну так просто ради своего психического здоровья.